Друзья, витаю вас на моем канале. Сегодня поделюсь с вами рецептом фруктовых пряників на яблочному повыдле. И еще раз детально расскажу, как приготовить цукровый сироп, томатку, чтобы пряники были беленькие и смачні. Перед вами все эти продукты, которые понадобятся для теста. Точное количество я указываю в рецепте, найдете его под видео в описании. В качестве разрыхлителя понадобится сода и аммоний. И, чтобы не попутать, я под него подложила упаковку, потому что он добавляется в жидкие продукты, а сода в сухие. Ароматизатор. Вот к сахару я добавила ванильный сахар и бадьян. Треть звездочки измельчила кофемолкой. Он очень хорошо сочетается с яблоками. Вкус и аромат получается такой более теплый. Но по желанию можете заменить корицей. И так как это фруктовые пряники, понадобится яблочное повидло. Разминаю вилкой до однородности. Посмотрите, какое густое. Это домашнее яблочное. Если вы пропустили рецепт, я оставлю ссылку на его приготовление. И очень советую. Оно хорошо подходит для выпечки и десертов. Добавляю сметану. Все продукты должны быть комнатной температуры. Снова хорошо перемешиваю. Сюда же сахар вместе с ванильным, яйцо, бадьян или другие специи по вашему вкусу. Сливочное масло. Его надо растопить и остудить. И аммоний. Обязательно в жидкую часть теста. 2 грамма. Это пол чайной ложки без горки. Но так как ложки у всех разные, то лучше, конечно, взвесить. Вот такая густая получается масса. Если уже венчиком чувствуете, что сахар не оседает на дно, значит она полностью готова. Сахар растворился. Можно замешивать тесто. К муке добавляю соду. Столько же, сколько аммония. И немного перемешиваю. По рецепту надо взять 500-550 грамма муки. Но я взяла сразу меньше, 470 грамм, чтобы вся сода вошла в тесто. Оставшуюся муку буду замешивать на столе. Добавляю пару щепоток соли. Именно сейчас на муку. Чтобы она не полностью растворилась в тесте. Тогда в готовых пряниках будут чувствоваться легкие соленые нотки. Это очень вкусно. Тесто уже собралось в комок. Вот такое мягкое, липкое. Поэтому ту муку, которую оставила, буду по надобности добавлять. На стол высыпаю столовую ложку муки, полную с горкой. На муку тесто. И подпыляю его еще сверху слегка. Собираю со всех сторон в середину. Обваливаю муке. И вымешиваю, не сильно прижимая. Не старайтесь вместить все сразу. Не забивайте тесто. Добавляйте небольшими порциями. Если чувствуете, что тесто остается мягким и очень липким, добавьте еще немного муки. Она у всех разная. И разное количество ее понадобится для замеса. Вообще пряничное тесто не должно быть плотным. Лучше дайте ему полежать, созреть хотя бы 10-15 минут. И оно немного затянется, станет плотнее. Тесто вымесилось до однородности, остается мягким и, можно сказать, не липким. Я вот его придавливаю и не прилипаю. Подсыпаю коврик мукой. Округляю тесто. И чтобы оно не подсыхало, подпыляю сверху. Тесто полежало 7 минут. Стало более упругим, это чувствуется пальцем. Пусть еще немного полежит. Около 5 минут. И буду раскатывать. Коврик подпыляю мукой. Посмотрите, насколько оно мягкое. Тесто сверху тоже. И раскатываю в разных направлениях. Так его толщина получится одинаковая по всей площади. Следите, чтобы оно не прихватывалось. Я раскатала не полностью, не до нужной толщины. Собираю муку по коврику. Чтобы не добавлять ее много. И продолжаю раскатывать. Толщина пласта должна быть 8-10 миллиметров. То есть до сантиметра. Но не раскатывайте тонко. И можно вырезать пряники. Для этих у меня вот такие вот овальные вырубки. Рецепт очень легко запоминается. Берется по 100 грамм сметаны, масла и повидла. Все это плюсуется и столько же надо взять сахара. То есть 300 грамм. Но я немного уменьшила. Взяла 280. И больше уменьшать не советую. Потому что потеряется пряничная консистенция. Пропадет вот эта вот тягучесть. Они будут похожи на коржики. Мягкие. А если тонко раскатаете, то на печенье. Учитывайте все это. Как изменится результат. Ну а дальше уже как захотите. Убираю лишнюю муку с коврика. Сюда буду складывать обрезки. Можно их собирать скребком, ножом. Или просто руками. Тесто мягкое, но с ним очень легко работать. Муки на донышке немного. Поэтому пряники будут чистыми. Разложила на расстоянии и выпекаю. А эти обрезки без добавления муки собираю в комок. И вымешиваю до однородности. Долго месить не надо. И разделываю точно так же, как первое тесто. Немного подпыляю коврик. И раскатываю. Пряники испеклись. Выпекались они 13 минут при температуре 200 градусов. Средний уровень духовки. Подогрею вверх-вниз без конвекции. Красивая ровная форма. Без подрывов. Однородная колеровка. Равномерный подъем. Вот такие получились пряники. На донышке нет вздутия. Оно гладкое. И хорошо пропекается. И пряники, как и печенье, хорошо пекутся на таком коврике. Силиконовая сеточка. Последние пряники тоже выпекались 13 минут. И получаются такие же красивые, как и первые. Несмотря на то, что они уже были сделаны из обрезков. Из перекатки. Тесто остается таким же мягким, нежным. Ну, соответственно, и пряники тоже. Теперь им надо дать полностью остыть. И можно глазировать сахарным сиропом. Так, пряники уже полностью остыли. Можно готовить сахарную глазурь. И для нее понадобится 120 грамм сахара и 45 граммов воды. Именно в граммах, а не в миллилитрах. Выливаю в сахар. И можете взять ее горячую, чтобы он быстрее растворился. Немного аккуратно перемешиваю. Собираю его от стенок в середину. Чтобы стенки смочились водой и остались чистыми. И ставлю на небольшой огонь. Делаю маленький огонь, чтобы до закипания полностью растворился сахар. И постоянно помешиваю. Пока еще сахара много. От краешек ковшика к середине. Сегодня еще раз остановлюсь на подробном приготовлении сиропа. Очень хочется, чтобы он у вас получился. Расстраивает те комментарии, в которых вы пишете, что пряники не побелели, а остались мокрыми. Может, невнимательно смотрели, слушали или проматывали. Может, сделали какую-то ошибку. На самом деле это легко и просто. А в итоге очень вкусно. И благодаря этой глазури пряники долго не черствеют. Вот сахар уже растворяется. Его на донышке немного. И понадобится еще кисточка, вода, чтобы обмыть стенки. Чтобы на них не оставался сахар. И 3 или 4 капли лимонного сока. Можете заменить 9% уксусом таким же количеством. Если сироп начинает кипеть, а сахар еще не растворился. Снимите его с огня. Перемешайте, дождитесь полного растворения. И возвращайтесь на огонь. Так вот, начинается кипение. На донышке сахара уже нет. Обмываю стенки ковшика. Чтобы на них не оставалось и не засыхала пенка или кристаллы сахара. Иначе сироп может кристаллизоваться. Добавляю 4 капли лимонного сока. Перемешиваю. И если сироп чистый, если не надо собирать пенку, то накрывайте и пусть кипит. Уваривать его надо до температуры 110 градусов. По времени я даже не хочу говорить, потому что у всех разная посуда, разный огонь. Но примерно это 3 или 4 минуты. Лучше, конечно, купить окрадусник. Тогда все будет просто и легко. При кипении перемешивать не надо. И пусть варится под крышкой, чтобы омывали стенки ковшика. Тогда они останутся чистыми. Прошло 3,5 минуты. Посмотрите, как кипит сироп. И чтобы измерить температуру, его переклоняю. Вам, наверное, не видно градусник. 109,7. 110. Выключаю огонь. Снимаю с плиты. Оставляю на столе в таком виде. Пусть остывает до температуры 80 градусов. Это по всем правилам. Но можно даже немножко меньше. 79, 78. Пряников дома немного. Вы успеете их поглазировать. При более высокой температуре глазурь не белеет. Вот, посмотрите, какой прозрачный сироп. Стенки ковшика чистые. Нигде ничего не засахарилось. Пусть стоит и остывает. Понадобится где-то 8-9 минут. Если хотите ускорить этот процесс, поставьте ковшик в холодную воду. Или в воду со льдом. Холодную воду будете часто менять. Так, прошло 7 минут. Делаю вот такую вот конструкцию. И на уголочек устанавливаю ковшик. Чтобы вам было хорошо видно, какая температура и как себя ведет глазурь. Мне будет не очень удобно. Зато вам хорошо видно. Подтягиваю сюда пряники. Ставлю решетку, куда я их буду складывать. И одеваю перчатку, чтобы не обжечь пальцы горячим сиропом. Беру кисточку. Она должна быть сухой. Если вы ее обмывали стенки, хорошо надо вытереть. Ну и теперь пробный пряник. Сколько? 81,6. Аккуратно опускаю в сироп. И начинаю глазировать. Держите пряник не над сиропом. Чтобы туда не падала мука, крошки. И теперь вот так вот кисточкой несколько раз по всему прянику. Смазала сразу краешки. Потом середину. И вот так вот надо потереть. Чтобы она побелела. Откладываю в сторону. Пусть подсыхает. Беру следующий. Видите, температура все падает и падает. Уже 80,3. Снова смазываю краешки. И опускайте кисточку в сироп. Аккуратно, осторожно. Не надо его там перемешивать. Взбивать вот так вот с краешку. Чтобы он не побелел. Иначе превратится в помадку. И теперь середину. Начинаю вот так вот растирать. Сироп. Белеть он начинает при трении. Если вы просто помажете и положите. Может и не побелеть. И так смазываю все пряники. Где-то на четвертом, на пятом. Вы увидите, как она начнет белеть. Прямо под вашей кисточкой. Пока вы следите за процессом. Хочу от всей души поблагодарить постоянных спонсоров моего канала. И зрителей. Которые угостили меня чашечкой кофе. За их внимание, поддержку и помощь в развитии канала. Мне очень приятно, что вы оцените мой труд. Если первые четыре или пять пряников у вас будут оставаться просто мокрыми и не будут белеть. Не расстраивайтесь. Все это можно исправить. Я посмотрю на свои и потом покажу. Хочу показать вам последние пряники. Вот они уже начинают белеть. Я думаю, заметно. Так, ну вот первые пряники. Те уже видно, что белеют под кисточкой. А эти остаются мокрыми. Теперь кисточку макаю только один раз. И этого хватит. Здесь же есть глазурь. Надо только ее немножко потереть. Уже видно, как начинает белеть. Уберу следующий. И помадка уже тоже начинает белеть в кастрюле. Ее, кстати, немного останется, но меньшее количество вы не сварите. У меня и так ковшик маленький. И то этого сиропа для того, чтобы его удачно сварить, совсем немного. И давайте я вам покажу первый, который я переглазировала. Вот, посмотрите, как белеет уже. Ну, как бы вам показать, что он белеет. Тоже, видите, просто мокрый. Опускаю немного кисточку в сироп. И растираю. Внимательно посмотрите, послушайте, сделайте все правильно. И пряники у вас обязательно побелеют. Все пряники покрыты глазурью. Осталось только дождаться, когда они высохнут. Высохнут и побелеют. На этом может уйти час, два до полного высыхания. А еще лучше их оставить, допустим, на ночь, если делаете вечером. А если днем, то оставьте на более длительное время. И потом уже смело собирайте в пакет, завязывайте. И они прекрасно будут храниться. Прошло 4 часа. За это время пряники уже хорошо высохли. Я их сложила на одну решетку. Посмотрите, они не прилипают друг к дружке. Глазурь хорошо высохла. Гладкая, глянцевая и белая. При нажатии пряник мягкий, но упругий. Легко разламывается. Видно, что консистенция пряничная. Слегка тягучий, не хрупкий, как печенье или коржики. Пряники получаются вкусные, неприторно-сладкие. Но такие, какие они должны быть. Чувствуется яблочный вкус. Вот все-таки корица его перебивает. А ботян подчеркивает. Вот теперь их можно складывать в пакет. Завязывать и хранить столько, сколько вам надо. Пряники долго сохраняют свою свежесть. А хорошо подсушенная глазурь не станет мокрой и липкой. Завязываю так, чтобы к ним не поступала влага. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих любимых такими вкусными домашними пряниками. И приятного вам чаепития. Ну а если вам подобаются мои рецепты, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал, залишайте комментарии. Щиро дякую за подобие. И желаю вам всего наилучшего.